Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Разбор выступлений Патриарха Алексея II. Вопрос 2570. Мы накануне Рождества, в начале третьего тысячелетия христианской истории. Какие выводы можно сделать о перспективах развития Церкви? Есть ли основания для оптимизма? Отвечает Патриарх Алексей II. В минувшем столетии Православная Церковь в России пережила невиданные по масштабу и жестокости гонения. Их последствия окончательно не определены до сих пор. Восстановление полноценной церковной жизни на постсоветском пространстве требует сегодня, по прошествии целого десятилетия после окончания преследований со стороны атеистического государства огромных усилий. Речь идет не только о восстановлении некогда разрушенных и оскорененных храмов и монастырей. Речь идет о возвращении к жизни по преданию Церкви, о творческом преображении окружающей действительности, о том, чтобы религиозная мотивация человеческой деятельности не воспринималась сегодня как нечто невозможное в цивилизованном мире. В связи с этим, одной из самых значительных угроз перед лицом которой стоят сегодня христиане является угроза секуляризма. В каком-то смысле к нам возвращается опыт первых веков христианства. Христова Церковь вновь оказалась меньшинством в окружении недоброжелательного большинства. Почти повсеместно уходит в прошлая практика государственной церковности. Более того, окружающий мир уже не стыдится называть себя постхристианским. Современная международно-правовая система основывается на приоритете интересов земной жизни человека и человеческих сообществ перед религиозными ценностями. Такой же приоритет закреплен в законодательстве многих стран. На нем базируется регламентация деятельности органов власти, образовательной системы и тому подобного. Нередко этот принцип используется различными общественными силами для открытого противостояния церкви и христианской вере и радикального вытеснения христианства из общественной жизни. Однако предание церкви не позволяет нам признать нормой складывающийся миропорядок, в основу которого полагается помраченная грехом человеческая личность. Мы твердо помним слова Христа Спасителя о будущем церкви. Цитата «Врата ада не одолеют ее» Матфея 16 глава 18 стих. И это обетование должно быть для нас не поводом к беспечной успокоенности, но понуждением к самоотверженному труду, к отстаиванию своей идентичности пред лицом стремительно меняющихся стихий мира сего. Церковь отвечает на вызов нового времени, призывает к утверждению христианских ценностей в процессе принятия важнейших решений, как на национальном, так и на международном уровне. «Мы глубоко убеждены в том, что открытость каждого народа многоразличному Божию миру и готовность к диалогу с ним принесут достойные плоды, только в том случае, если этот народ сумеет сохранить присущий ему культурно-исторический и духовный облик, обогащающий человечество». Конец цитаты. Отвечает Игнатий Лапкин. «О встрече со Христом, о личном уверовании, о исполнении Духом Святым не говорит монах Алексий ни слова. А в этом-то и вся перспектива, слова, сочетание их, смысл, цель сказанного в ответе, все с абсолютной настойчивостью. Он кричит, что автор этого ответа не евангельский христианин, и он абсолютно и безнадежно не евангельский христианин. Он не жил, не думал, не тосковал по евангельскому духу Христову. Не знает и не будет знать замыслов Духа Божьего относительно человека, народа и всей вселенной». Слова сухие, безбожные по отношению абсолютной и вечной истины Евангелия. Патриарх пытается своим языком поддержать накренившуюся колесницу со скрижалями Нового Завета. Нужно только одно – установить абсолютный, непререкаемый авторитет Библии и жизнь по Евангелию. При таком отношении ко Христу, к Библии, никаких перспектив нет у организации, которую возглавляет товарищ Редигер Дроздов. Перспектива может показаться на горизонте только там, где свет Христов есть. Здесь же тьма, и притом тьма, выдаваемая за свет. «И всюду у него предания, предания, как истовый старовер вцепился в предания, которые стали камнем на шее утонущего в бурю. Не знает брат Алексей пути спасения и не может никого привести к желаемой пристани. Его самого нужно учить и вести за руку к небесной отчизне. Что же увидят его глаза в смертный час? Более страшной участи трудно представить. Псалом 38, 8 стих. «И ныне чего ожидать мне, Господи, надежда моя на Тебя?» Иезекииля 36, глава 23 стих. «И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою перед глазами их». Послание святого посла Павла к Титу, 1 глава 16 стих. «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу». Хер Tony Свет Титу «Игр исполния Его mamа» «Яка Ем ważne».